Уважаемые друзья, всех, кто будет слушать меня, всех, кто знает меня, умные, конечно, люди, грамотные, которые уже давно знают о ситуации, что произошло и почему наша церковь, Южный Синод, вышла из состава ЛЦИМ и идет самостоятельно взаимодействие с Корейской церковью, с Финляндской церковью, с Венгерской, Германской и другими церквями, даже Мадагаскар, поэтому мы взаимодействие выстраиваем. Но я хочу немножко вернуться на 25-летнюю давность, когда вот так вот Господь меня коснулся, даже, может, еще раньше. Я родился в семье, где нас семь братьев, две сестры в Староскольском районе и, конечно, воспитывался в честности, потому что родители такие были, в порядочности. И, ну, естественно, как бы мы не воспитывали родителей детей, всегда бывают моменты, когда дети не совсем всегда правильно поступают. Ну, и так и я в свое время. Хотя все складывалось хорошо, военная служба в училище радиоэлектроники и перспективы были очень такие хорошие, работа на автовазе, и даже предлагали устраиваться и в милицию, и разные такие вот были моменты. Но почему-то как-то, наверное, вот мой путь, наверное, вот так вот, по милости Божьей, вел меня по-другому так. А может, мой плохой путь он поворачивал в лучшую сторону. И так получилось, что в моей жизни пришлось хлебнуть многого, в том числе и побывать в местах лишения свободы. Именно в местах лишения свободы 25 лет назад Господь коснулся меня. Коснулся меня через свидетельство людей, которые заходили и проповедовали там. И для меня это было, конечно, очень таким трогательным моментом, когда я спросил у человека, который зашел, «Как ты так изменился?» Он говорит, «Не я изменился, Бог меня изменил». И это послужило моим покаянием, примирением и обращением к Богу. И именно находясь в колонии, я стал осознавать и проводить анализ своей жизни, подводить итоги, как я жил, что я делал, почему я не слушал родителей или там еще кого-то. Естественно, началось первое, что начал читать Писание, потому что для меня Писание это стало основой. Читая Писание, я стал задумываться, почему люди освобождаются, снова попадают в тюрьму. Это послужило в дальнейшем мне открыть организацию Назарей, которая занимается реабилитацией. Дальше мое служение церкви. Я не думал, что я буду служить церковью, но так коснулось, что Бог избрал меня. Избрал меня так явно, как и пророка Исаия. И это явно запечатлило мое сердце и мое призвание. Хотя я не думал об этом никогда. Я стремился быть священником, служителем, потому что у нас как-то нет, не было в роду таких. Но, находясь в местах решения свободы, я столкнулся с таким серьезной проблемой. Я не понимал еще. Да, Бог живой, коснулся, видел, я знал уже живого Бога. Но я еще не знал, как действует дьявол, клеветник, и как он будет коварно извращать, и как коварно против меня действует, находясь в колонии. Ожесточение одного из начальствующих, не только одного, там и такие оперативники, режимники. Не знаю, почему-то эти службы были очень жестоко против меня настроены. В том числе были и осужденные, которые также вот именно помогали им в этом. И против меня было очень серьезное гонение, очень серьезные были такие, жесткий подход. Меня сажали в изоляторы, в буры сажали, в помещение камерного типа. Меня по несколько часов били дубины. И это уже верующим я проходил, это страдания, испытания. Я происходил ложь, коварство, извращение, подлость, предательство. Я все прошел там, я все видел, понимаете. И для меня это послужило хорошим уроком. Но благодарю Бога, слава Богу, я не ожесточился. И освободившись, я вышел с теми мыслями, о которых говорил там своим сокамерникам, что я буду этим заниматься. Кто-то смеялся, кто-то не верил в это. После того, как со мной поступали там и сотрудники, издевались и тому подобное. Но именно Бог не дал ожесточиться моему сердцу. И освободивших я стал заниматься реабилитацией, церковью заниматься, правозащитной деятельностью заниматься. Много и много в моей жизни я все начинал с нуля. Я никому не пришел на готовое. Я никому ничего не начинал что-то готовое. Ко мне приезжали разные были моменты. Кому-то не нравилась реабилитация. Я говорю, ну вы откройте репценты, покажите. Вот 17 лет существует на заре, более 8,5 тысяч прошло через него. Кому-то плохо, кого выгнали за наркотик или за алкоголь. Кому-то хорошо. Но я знаю, что многим хорошо стало и послужило хорошим примером. Уходить всем невозможно. Но есть слуги дьявола, которые занимаются клеветой, которые занимаются извращением и тому подобное. С чем я и сейчас столкнулся. Некоторые публикации, я не буду их называть, Бог им судья. Но те, которые причинили мне в Перелешина, зло сделали. Я предоставил их Богу. И Бог с ними решил по-своему. Кто-то ушел в вечность, только я не знаю, где они. В Царстве Божьем или же в аду с дьяволом, которым они служили. Я служу Господу Иисусу Христу. Кто занимается враньем, враньем это есть от дьявола. Поэтому думайте сами. И то, что бывает, пишут сейчас как-то, чьи прихоти исполняют? Чьи прихоти? Те, кто пишет, вы не думайте о последствиях, ведь я человек верующий. Бог говорит, не делайте народу моему зла, не делайте. Естественно, то, что я вижу, разные моменты, разные описывания. Но ведь это все-таки ложь, это все-таки неправда. Зачем это все? Если хотите знать, ну придите, я вам отвечу прямо в глаза и покажу документы. Показали такой-то там Александр Франц, самозванец, который якобы меня отстранил от того, чтобы служить. Да я, во-первых, ушел оттуда уже больше года, мы там не находимся. У нас вышло из состава ЛЦИ пять епископов и больше двадцати священников. По одной простой причине, что там изменили вероучение, это раз. Второе, там именно незаконным путем произошел переворот, захват, захват там этой церкви, ее подменили. Один ушел, там непонятно, каббализмом начал заниматься. Второй там протягивает старокатоличество. Естественно, мы как лютеранская церковь и служители лютеранской церкви, мы не могли с этим мириться. И наш Южный Сенот, нашей церкви провели собрание, обратились, чтобы провести Сенот, как должно быть. Но, увы, нас не послушали. Так, тайно, тайно, там Андреев и Франц, естественно, Сбегичев, тайно все это изменили, подменили документы. Сейчас департамент юстиции разбирается с этим вопросом. Но меня не это, как бы, знаете, то, что вот Александр Франц, да, он брат, я как бы не злюсь на него. Ну, что, ну такое, ошибаться все ошибаются люди. И его поступок, поступок это, я даже думаю, не его, может кто-то его подтолкнул. Он не имел права подписывать никакие документы, потому что в ЛЦ, если кто зайдет и посмотрит устав, посмотрит по закону, кто там глава. Глава церкви, там является президент Генерального Сенота. И он, являя, может только какие-то указы создавать. Для того, чтобы епископу или там священнику поставить вопрос о его дальнейшем служении, должен быть провестись епископский совет, на котором заслушивается. Я знаю, что братья православные католики, которые конфессионально учения знают в церкви, они на эти вещи не обращают внимания, потому что они видят, что это вообще бред натуральный, который написан господином Францем. Но, я хочу вам показать, вот они документы, вот он протокол о выходе из состава, о выходе из состава ЛЦИ. По одной причине, я сейчас, вот посмотрите его, я вам его зачитаю, можете сами его посмотреть. Четко прописано, где было, когда проведено было собрание и почему оно было проведено. Я сейчас еще зачитаю его вам. Оно было предложено, вопрос о выходе общин Южного церковного округа из состава ЛЦИ для создания регионального ЦРО выступления ФРО. В связи с последними событиями, которые повлекли ряд негативных моментов, а именно незаконная смена руководства, посягательство на отчуждение храма и неадекватное поведение руководителей ЛЦИ по отношению к Южному округу, прошу поставить вопрос о выходе общин Южного церковного округа из состава ЛЦИ для создания. Все проголосовали, один воздержался. И это было принято, это было принято 25 июня 2017 года. Фейк, который выбросил господин Франц 3 октября 2017 года. Вы понимаете, вот это очередная ложь, очередные вот эти вот вещи, которые вводят в заблуждение незнающих и неграмотных людей. Но подхватывая этот фейк, некоторые такие недобросовестные СМИ пытаются на этом разогнать и выполнить чей-то заказ. Кто им сказал? В погонах им сказали, потому что моя правозащитная деятельность. Она тоже показала уровень хорошей работы, не раз отмечали правозащитную деятельность. Значит, кому-то не нравится, что люди занимаются вот так вот. Кто мне деньги давал? Или кто-то мне что-то делал? Нет. У вас есть деньги, кто заказывает вот эти вот грязные вещи? У вас есть деньги. Вы сделали что-нибудь здесь? Нет. Вы свои деньги тратите в других местах и на другие свои удовольствия. А я зарабатываю деньги, я вкладываю в церковь и не только сюда. Я вкладываю в реабилитационный центр, занимаюсь так же производством, занимаюсь, чтобы жить. И не просить ни у кого, а помогать людям, другим людям. Этим я занимаюсь. И вот еще доказательство того, что мы даже подали эти документы. Вот она, посмотрите, расписка, которая была подана в департамент юстиции 31 августа 2017 года. Мы никакого отношения с 25 июня 2017 года к ЛЦИ не имеем. И все действия, которые там производятся и что там происходит, даже сейчас в разборке идут департамента юстиции, они незаконны с 2016 года. Поэтому, друзья, я вас очень прошу, если вы хотите узнать истину, хотите узнать правду, ну придите в храм, сядьте, посмотрите. Вы хотите против меня вести войну, так как я личность, переходите на личностные качества. Но вы поймите, церковь, это не Балахов. Церковь, у нас более 150 человек, членов церкви. Церковь, здесь есть священники, диаконы, здесь есть регенты, здесь есть служители, которые братья и сестры, здесь есть потомки первого священника Эдуарда Фюре. Вы поймите правильно, не хотят отдавать, может, имущество церковное, и замутили вот эти вот все эти вещи, но неприличные это, друзья. Мы видим, в СМИ наши обвиняют в этих фейках и в бросах западные СМИ. А вы что делаете? Вы чем лучше их, тех, которые там это делают, ничем не лучше? Так прежде чем что-то делать, побойтесь Бога. Бог поругаем не бывает. Что вы сеете, то вы пожнете. Я человек верующий. Как тогда меня били, гноили, я доверился Господу, так и сейчас. Я доверяю Богу. Он Бог живой. А есть слуги дьявола? Вот надо разобраться, кто кому служит. А я и дом мой, будем служить Господу. Да благословит вас Господь. Если кого чем обидел, прошу меня простить. Пусть благословение Божие обогащает вас и печали вам не приносит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.